Варктромбс студио представляет Александр Иванович Куприн Слон Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собой еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке. Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор, высокий, седой, в золотых очках, рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко. Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы. Ах, доктор, но она ничего не хочет. Ну, не знаю. Вспомните, что ей нравилось раньше. До болезни. Игрушки. Какие-нибудь лакомства. Нет, нет, доктор, она ничего не хочет. Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь. Ну, хоть чем-нибудь. Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни и больше ничем. До свидания, сударыня. Милая Надя, милая моя девочка, говорит мама, не хочется ли тебе чего-нибудь? Нет, мама, ничего не хочется. Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей. Спасибо, мама, мне не хочется, мне скучно. Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь. Не надо, мама, правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу, мне так скучно. Хочешь, я тебе принесу шоколаду? Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару, но она худеет и слабеет с каждым днем. Чтобы с ней не делали, ей все равно и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик. Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Наде на ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и все курит, курит, курит. И кабинет от табачного дыма делается весь синий. Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери. «Тебе что-нибудь нужно?» – спрашивает мама. Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету. «Мама, а можно мне слона?» «Только не того, который нарисован на колчинке. Можно?» «Конечно, моя девочка. Конечно, можно». Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом. На слоне красное седло, а на седле золотая палатка, и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены. И говорит вяло. «Нет, это совсем не так. Я хотел настоящего живого слона, а этот мертвый». «Ты погляди только, Надя!» Говорит папа. «Мы его сейчас заведем, и он будет совсем как живой». Слона заводит ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем неинтересно и даже скучно, но чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко. «Я тебя очень-очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого на такой интересной игрушки. Только помнишь, ведь давно меня обещал сводить возле леницы, ни лаза, ни повез». «Но послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах. И потом, где я его достану?» «Папа, да мне не нужно такого большого. Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот такого. Хоть слоненышка». «Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг сказала мне, папа, достань мне с неба солнце». Девочка грустно улыбается. «Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать? Потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника. Настоящего». И она тихо закрывает глаза и шепчет. «Я устала. Папа, извини меня, папа». Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу, за что ему всегда достается от мамы, и кричит горничной. «Ольга, пальто и шляпу!» В переднюю выходит жена. «Ты куда, Саша?» Спрашивает она. Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто. «Я сам, Машенька, не знаю куда. Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда к нам настоящего слона». Жена смотрит на него тревожно. «Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?» «Я совсем не спал», — отвечает он сердито. «Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Пока места нет еще. До свидания. Вечером все будет видно». И он исчезает, громко хлопнув входной дверью. Через два часа он сидит в зверинце. В первом ряду. И смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки, одни в красных юбках, другие в синих штанишках, ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три. Один большой, два совсем маленькие, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно видеть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись с салфеткой, обедает, как самый благовоспитанный мальчик. Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую черную сигару. — Извините, пожалуйста, — говорит Надин отец, — не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время? Немец, от удивления, широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он кряхтя нагибается, поднимает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит. — Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю. По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова. Но отец поспешно объясняет, в чем дело. Его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится. Велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать? И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто. Ну, вот, я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет, но, спаси бог, вдруг ее болезнь окончится плохо, вдруг девочка умрет. Подумайте только, ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания. Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает. А сколько вашей девочке лет? Шесть. Моей Лизе тоже шесть. Но знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привезти слона ночью и только на следующую ночь увезти обратно. Днем нельзя. Соберется публикум и сделается один скандал. Таким образом, выходит, что я теряю целый день и вы мне должны возвратить убыток. О, конечно, конечно, не беспокойтесь об этом. Потом, позволит ли полиция водить один слон в один дом? Я это устрою. Позволит. Еще один вопрос. Позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон? Позволит. Я сам хозяин этого дома. Ага, это еще лучше. И потом еще один вопрос. В котором этаже вы живете? Во втором. Ммм, это уже не так хорошо. Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три оршина и четыре вершка, а в длину четыре оршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов. Надин отец задумывается на минуту. Знаете ли что, говорит он, поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прихожу расширить проход в стенах. Очень хорошо, соглашается хозяин зверинца. Ночью слона ведут в гости к больной девочке. В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания. Он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился. Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам. Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, упиканный гвоздями. Городовой идет посреди толпы и уговаривает ее. Господа, прошу разойтись. И что вы тут такого находит с необыкновенного? Удивляюсь. Точно не видали никогда живого слона на улице. Подходит к дому. На лестнице, так же, как и по всему пути слона до самой столовой, все двери растворены настиж, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону. Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится. «Надо дать ему какое-нибудь лакомство», говорит немец. «Какой-нибудь сладкий булка или что? Но, Томми! Ого-го, Томми!» Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок. Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо заслан соломой. Слона привязывают за ногу к кольцу, венчанному в пол. Кладут перед ним свежие моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать. На другой день девочка просыпается чуть свет, и прежде всего спрашивает. А что же слон? Он пришел? Пришел, но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока. А он добрый? Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему. А он смешной? Немножко. Надень теплую кофточку. Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажает в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую. Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках, ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце, голова в больших шишках, уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижный гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до окна. Девочка вовсе не испугана, она только немного поражена громадной величиной животного. Зато нянька шестнадцатилетнее поле начинает визжать от страха. Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей. Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку. Здравствуйте, как вы поживаете? Отвечает она. Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут? Томми. Здравствуйте, Томми. Произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на ты. Как вы спали эту ночь? Она ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются. Ведь он все понимает, спрашивает девочка немца. О, решительно все, барышня. Но только он не говорит. Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми сны большой, очень большой приятель. А вы Томми уже пили чай? Спрашивает девочка слона. Слон опять вытягивает хобот и дует самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны. Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон. И Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть они родня? Он не пил чаю, барышня, но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки. Переносит поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то под голову, где у него движется смешная треугольная мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой, и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет. Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами. Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризная, и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она начинает уже учиться, и знает почти все буквы. Это Матлешка, самая моя первая кукла. У нее нет носа, и голова приклеена, и нет больших волос. Но все-таки же нельзя выгонять из дома старушку. Правда, Томми? Она раньше была мамой Сони, а теперь слушать она с кухаркой. Ну так давайте играть с Томми. Вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети. Томми согласен. Он смеется, берет матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую. Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет. Это лошадь, это каналейка, это лужье, вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, пичка, лопата, волона. Вот это посмотрите, это слон, плавно совсем не похоже. У нас беже слоны бывают такие маленькие, Томми. Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее. Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец. Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе. Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон разные овощи и салат. Девочки дают крошечную рюмку хересу, а слону теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое, девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, только в большем количестве. После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям. Не бойтесь, он добрый, успокаивает их девочка. Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают. Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают. В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми. У них много детей, маленьких веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота. Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо. Молочка! Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне. Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает «А слон?» Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова. Девочка хитро улыбается и говорит «Передайте Томе, что я уже совсем здорова». Текст читали Волков Роман, Волкова Ирина, Волкова Руслана, Булдаков Олег, Бычков Игорь, Некрасов Максим. Записано в Arttrums Home Studio 2009 год.